В феврале 2015 года начинается новая волна исследования SHARE ST50+. Примерно до октября месяца 100 специально обученных интерьеров будут опрашивать около 7 тысяч пожилых людей, которые попали в случайную компьютерную выборку. Вопросы будут касаться самых разных сфер жизни – состояния здоровья, работы или пребывания на пенсии. Участвовавших ранее в этом исследовании спросят о произошедших изменениях в жизни. Тем, кого приглашают участвовать в исследовании, посылается домой письмо с контактными данными представителей исследовательской фирмы, после чего участник опроса и опрашивающий договариваются о встрече. Организаторы отмечают, что участие в опросе, разумеется, добровольное, но очень важно откликнуться на призыв исследователей. Ведь если учесть, что в Эстонии на сегодня проживают около 500 тысяч людей старше 50 лет, то один опрошенный представляет интересы примерно 60 человек. Нам будет гораздо более ясно, как то, что в обществе происходит в то же время, и что происходит на личностном уровне, как они сочетаются. Еще нам важно, конечно, что мы в этом опросе имеем очень разные стороны жизни в одном месте. Полученные результаты в итоге позволяют соотносить изменения, происходящие в жизни пожилых людей, с принятыми решениями правительства и другими общественными процессами. Предполагается, что людей будут опрашивать каждые два года, чтобы следить за изменениями их жизни. Пока планируется, что опрос будет проводиться до 2024 года, но в идеале это нужно делать до конца жизни людей. В дальнейшем результаты исследования могут стать основополагающими для формирования социальной политики, совершенствования пенсионной системы и сферы здравоохранения. Не случайно, помимо ученых разных институтов, принимают участие несколько министерств. Если в предыдущих исследованиях упор делался на темы ближайшего окружения и материальных потерь, то на этот раз больше всего внимания уделяется здоровью. Здоровье, конечно, ключевое у нас, особенно в Эстонии, где мы не славимся с хорошим здоровьем. Но можно сказать, что с каждым годом, на самом деле, даже в пожилом возрасте люди становятся более бодрыми. И это очень важно, чтобы и общество к этому явлению содействовало и предоставило бы разные возможности активно участвовать в обществе. Кроме субъективных оценок состояния здоровья проводятся и некоторые объективные измерения, такие как объем легких и сила сжатия рук. А также собирается ряд биомаркеров для выявления диабета, остеопороза и воспалительных процессов. Но все это только согласие жителей, причем все индивидуальные результаты будут держаться в полном секрете. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.